с добрым утром я как всегда с корочкой хлеба хлебушек купила высушила деликатес не знаю почему но мне такая неимоверная любовь к ржаным сухариком прям не передать не знаю почему но вот как то вот она у меня настолько всеобъемлющая я вообще люблю сухарики из любого хлеба но вот из ржаного просто вот как был такой мультипликационный герой который кричал сыр и у него сносило крышу то бишь появлялся легкий оборочный эффект при виде а я вот у меня легкий оборочный эффект при виде сухарика из ржаного хлеба вернее первый раз я помню что первый раз дело было было много-много лет назад отец там служил и мы значит это самое собралась такая огромная гоп-компания и мы поехали в лес за грибами и вот там я попробовала свой первый первый ржаной сухарь я помню как сейчас и все очень вкусно я не знаю почему вот у меня тот вкус вот оно как-то вообще ржаной хлеб люблю сухарики и ржаного хлеба всегда делаю и оно как этот просто радостное короче любые сухари ржаные не знаю почему может просто в прошлой жизни мышью была а может где-то что-то не доела не знаю но сухари ржаные очень любят у нас сейчас на работе появилась у нас до этого были ржаные или полу ржаные грубого помола булочки разнообразно но как бы их не так много было но все же можно было ржаного чего-то но они как-то не умеют они пропекать этот ржаной хлеб а тут появилась булочка ну такой рунстике называется темная грубого помола какая она вкусная у нас сначала были обычные булочки вот такие эти самые из белой муки пшеничные наговорю и вот когда появились вот эти темные булочки я думаю надо попробовать но они смотрелись когда я эту булочку попробовала она такой как бы хлебная булочка несла без сахара все я прям я просто влюбилась в это дело очень вкусная и настолько хорошо и вкус идёт и она как-то и пропечена в общем если что берите на заправках зеркалки вот эти темные грубые булочки вкус изумительного хлеба мне очень нравится я всегда себе одно утро булочку беру оставляю ее чтобы она смотри как это называется разморозилась вкусняшечка не ну действительно какой-то в пещере у мульвар по укрота здесь еще темнее но сейчас я свет немножечко включу то она хотя бы как-то так теми и не вообще вот они красавицы это у нас обычные булочки которые мы разрезаем кладем туда всякие вкусняшки а вот эти как раз вот грофт вкусненькие вот еще вот такой этот самый хлебушек тоже он чем ненький с добавлением всяких семян вкусный но мне кажется он немножко не допечен не пропечен при изготовлении хлебушек черненький я его немножечко обжарила ну как обжарила там буквально три капли масла с двух сторон скорее подсушила чем обжарила сейчас будем собирать бутербродики на тарелочку сейчас у меня есть чесночок натрем чуток вот такой у меня тут чесночок вот это дело надо натереть в общем я натру натерла чесночком они горячие и этот чеснок прям моментально схватывается вкус уже можно их есть без ничего я сделала тут небольшое такое это самое пару ложечек майонеза чеснок в пульвере в порошке и этот самый укропчик ну так чисто для вида а еще у меня вот тут вот эти остаточки проросшего не пойми чего в общем кто то тут пророс и я его использую на черных хлебах очень хорошо очень питательно сначала буквально чуть-чуть майонезика вот буквально чуть-чуть потому что чтоб она вот это вся эта кузя-музя полезная не расползлась по полу может она немножечко держалась нам нужно чуток это все дело разжмолькать буквально чуть-чуть и оно как бы сверху немножечко умягчит эту красоту ну там майонеза особо много не надо ну если очень сильно хочется то конечно можно и побаловаться так теперь вот берем вот эту красоту и раскладываем вот у нас получаются такие гнездышки чесночно-майонезные у меня есть вот такие сардинки в масле когда-то покупала в купе а это у меня килька в томате норвеги иногда называют их фликраш переводить не буду те кто понимает норвежский поймут вот оно и теперь мы сейчас вот эту красоту на верхние два или на нижние а эту на дополнительную так сказать платформу вот такой у меня тут иконостас получился рыбный чуть-чуть лимончика но буквально там пару капель не больше потому что много лимона мне не нравится к рыбе буквально по по капле майонеза с чесночком для сочности на нижнюю часть и это все мы приукрасим чем томатиком но даст еще дополнительную кислинку и сочность конечно вот это можно положить и вниз но тогда будет соскализовать все как говорится добро пожаловать попробуйте оксанин вкус может быть вам понравится вы будете делать такие бутербродики ну это я сегодня конечно повыпендривалась я не каждый день такое делаю но иногда очень хочется и как говорится кашу маслом не испортишь жалко майонезу пропадать я еще сверху ляпнула у нас выходной Стюсика мы спим все скажи отбегала и я отбегала приятных снов нет нет не это не это не 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 Продолжение следует...